все тогда погнали я тебе советовал с Bandicam описать лучше, чем с Shadow Player Shadow Player почему-то получается, что меня не слышно я всех слышал, а меня очень плохо слышно Фуфлоу и он, пока чертежей инсайдерская информация нам нужна? да я думаю, что нет да я возьму если граната мне не нужен, сумка спорная не нужна, медицинская сумка мне нужна возьми позицию снайпера а, хотя не надо, слушай, подожди нам был опытного водителя, но но свой человек не прокачан но все все, ладно, погнали сейчас проверю ага, вот только что не лоханулся джиммеры не взял вот тут музыку можно выбирать но это не так важно можно пройти скрытно окей, это банк я рекомендую киску киску тогда возьмем термальный трилл вот менеджер сюда идет издево он это делает все, я на камерах нас поднял так, на втором этаже вроде никого камера на втором этаже на входе помнишь, где раньше висел на крыше перед входом в банке народу где карточка ты его связал? да пошли чувак пошли почему я их не слышу? не знаю у меня тоже чуть-чуть есть когда ты говоришь чувак ты же хочешь жить? я тоже хочу чтоб ты жил сюда иди гауни, куда пошел все все ногами обязательно ногами надо в стенку все давай на камеру, Сань, на камеру так сейчас я там посмотрю так вот кстати слушай как ты думаешь если вот так вот жизнь не делать это стелс на меня посмотри щас я выдаст, ну вот так вот вот так вот это очень хорошо не заходи щас да я не захожу но он кажется не зайдет на второй этаж поднимайся а где остальные охранники? один на входе на втором, ну на заднем один справа окна шоу 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 ты понимаешь что если охранник сам пойдет это намного лучше чем если мы просто камеру сломаем шоу потому что если охранник щас сам куда то выйдет мы его смотри прямо на входе охранник подходит идет в дальней стороне честно я бы уволил бы весь этот генсек я тут бегаю просто бегаю про поле охранника я не вижу одного но я тоже его не вижу как ты не видишь, у тебя камера на него прям смотрит ну я тут переключаю камеры мне подсвечивают тех охранников кого я камеру поймал угу ты щелкай щелкай так просто не надо когда не нахожу так 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 я вижу ну щас пока камеру поломаю одно чтобы слушай вот сейчас хороший момент не просто камеру сломать а войти в комнату охраны того охранника убить там камера сотребесела помнишь 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 а один идет прям к тебе нет прошел у нас на углу стоит угу я вижу, вижу поле охранника камера отвечай да уже камеры все выключены не переживай ты поле охранника который стоит получается а который ближе к тебе нет который вот этого вот которого я сейчас полю да но он ближе к тебе ближе всех который не в зале а который в углу стоит да да у колосеев который вот он идет смотри видишь да там ух2 идет вот другой тоже за ним сразу почему нельзя какую-нибудь шоковую гранату туда кинуть обалдеть они оба туда пошли их можно было вдвоем убить поставить жиммер и на аберрации ответить а, да, камеры ж не палят больше где они? ну вот я подсвечу там видишь же? вот вижу где еще один вот ближайший другой тоже придет м а а ну я вижу ближайшем полюб тебя третьего не вижу это третий 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 где третий еще еще отходят где эти блин на улице нет да на улице нет прикинь покурить пошел да минус да я еще и думаю блин походу можно думал в обход пошел посмотреть ну вот сейчас на углу стоит да чем можно тоже сейчас подожди мешок для трупов возьму даже два возьму я только на три можешь отвечать да джиммера на четыре по моему а команда вообще может но не обязательно что вся команда ты один может ответить правильно или мне придется бежать подожди нет я могу один на четыре все ответить в а в с в 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 об в в в в и улучшает вам присоединить быстренько давай с вами спать с подрядом м с чуть как бы поведено в доме появился да тут же этот фильм был вышел или выходит сериал он не знает и он не сидел только чо я убил гражданского не пойму действительно че его убил смотри один охранник вышел вот его подсветил да вижу 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 на все его не вижу спорта не вышло последнего не вижу просто на такие вот последний в субботу а компас значит сделать дуб тихо 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 беспалево надо гражданского с улицы убрать в уехал полуста и подвес в куб ч ч это конечно конкурс но сейчас можно их это дай как то перетаскивать к полу но зато раньше этих мешков бур да я правда гражданского но что то по глупости убил что я забыл что их можно просто тянуть чем особо это нужды не было чуть чуть за восклик и в ходу последний типы джокер что мнение это циркач чего не петелу а че выводите но сейчас будут гражданские тень его спалят просто там заведи его за машиной положи там где он саня сидит он стоит зато будет охранник выходит охранник выходит ладно все не надо сейчас он умрет охранник здесь все все он уходит уходит со мной м все все охрана нету м м заметь даже камеры ни одной не сломали но в редкили на про в че можно это звуку в руку что нет подожди надо короче в чем фишка а связок нет то есть придется контролить У меня есть 6 штук. Смотрите, главное сейчас это. По-тихому давайте войдем и сразу кассу откроем. Нет, не получится. Знаешь почему? Потому что... Так, тут гражданский сидит. А у тебя связок нету, да? Да. У нас тут 12 штук, в принципе. А этот вы не покупали, да? Там связки, по-моему, можно еще покупать. Нет такого здесь? Да, мы все по максимуму купим. Так, там супы тут, ну, так, так, так. Заносите бур, пока кидайте. Давай сейчас за буром скажу. Ты аккуратней ходи. Да что, аккуратней ходи, тут никого нету, я посмотрел. Я с буром чувствую. Пробегись, пожалуйста, по машинам, там, посмотри, может, где мешочки есть, но эти пакеты гейджа. Да мы не заметили. Чуть-чуть не вижу. Вот, тут еще и отлично стоит все. Я разворачивал? Нет, нет, ты что? Сейчас ты развернешь, сразу услышат. Тихо, аж бурения у тебя нету. Нету. Ну вот и я. У тебя есть? Иди разворачивай, да. Иди разворачивай, мы сейчас просверлим, вообще никто не спалит. Я тут двоих убил в зале. Все. Короче, никого не трогаем, сидим молча. Он сейчас добурится и уйдем. Даже можно было того чувака не убивать. Единственное, что вот этот стоит, главное его не тыкнуть в него. То он спугнется по-любому. Мы сейчас еще вынесем по-тихому. Есть сумки? Забери труп вот этот. Иди сюда. Саня, сюда, иди сюда, иди ко мне. Я вхожу в здание. Зачем? Иди сюда, оба идите. Только присядь, 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 не ходи. Забирай. Иди сюда. Вот следующий, забирай. Такая мозг смешная. Куда его в мусор выкинуть? Да куда хочешь, да, куда-нибудь. Главное сейчас, чтобы нас не спалили. Если сейчас не спалят, мы вытащим вообще втихомолочку все. Перезапусти бур. Так ты, по-моему, сам можешь. О, ля, посылка в ведре валяется, или где она? А, вот она. Не-не-не, аккуратно. Ростан, сядь, да там бегают они, блин, хой, у нас за ним стоит. Вот, вот тут вот стоит, прям за ширмой. Да, поэтому аккуратно. Просто если его убить, спалиться весь зал, или его дернуть, спалиться весь зал. Нам еще 160 секунд. На улице всех, что ли, вырубили? Да? Нет. Зачем всех? Охранника все. Главное охранника, и в этом зале никто нас не палит, все. И у нас машина рядом, то есть у нас прям, не знаю, суперрасклад. Еще две минуты. Поломай машины. Побить стекла. Всегда мечтал об этом. Побыть в шкуре мародера. А здесь вот не бьются. Такой стук лежит, стоит. Да, 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 я тоже слышу такой щелк, щелк, щелк. Мне кажется, что все бы вышли, чтобы посмотреть, что за стук. Да никто не выйдет там. А стук вот для интереса, пазырить. Бейсбольный битый причем, махает. Что там происходит? Тихо, зачем же так сделать? На некоторых бьются стекол, на некоторых нет. Да, мне кажется, недоработали просто, плюнули на это дело. В этой же игре играет не ради битых стекол на машине. Перезаводишь. Да, да. Все. Мне кажется, что она автоматически просто перезапустилась. Что-то я не успел. А причем у машин сигналок вообще нету, да? Да, 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 да. Разбивая тут стекла. Нет, это было прикольно, если бы они были. Конечно. Задел машину ничемно. Сигналок сработал. Все, тревога. Ну или кто-то пришел. Охранник. Если бы на такой машине стекло разбил, я думаю, там бы не сигнал сработал, там бы служба охраны приехала. Там бы, блин, народ выжил, бы тебя как вломил бы, блин. По-саму не хочу. Хозяин бы вышел, убил бы. Все, парни, идите сюда. Здесь секунд осталось. Не, слушай, ну, я могу сказать, что это вообще какой-то волшебный расклад. Мы ни одной камеры не ломали, все охранники вышли сами, причем. Да это, блин, не знаю. Ну, это реально очень повезло. У меня такого никогда не было. Вот реально не было. Да, первый раз так. Чтобы на оверкилле все вышли сами, в том числе менеджер, карточка у менеджера. Ну, это же оверкил, это же еще не самый последний, не дезвиж, да? Ну, все равно, все равно. Тут одна камера получается только сверху. То есть, понимаешь, реально выманить только одного охранника. А у нас, прикинь, все охранники вышли, менеджер вышел, карточка у менеджера, расположение сейфа вообще отличное. Еще и бур у тебя тихий есть. Ну, это фортуна просто. Да, это просто, да, нереально. То есть, мы тупо в тихую вытаскиваем банк. Ну, да, единственное, что трех заложников убили, и то я двоих убил в лишку. Вот я убил зря того, которого в дальнем углу был, и зря одного убил на улице. Вот этого по-любому надо было убивать, потому что он, скорее всего, бы шум поднял. Ну, после 73 секунды. Да. Может, по-бродить, не знаю, походить, что-нибудь поделать. Это можно пойти на машинках еще поискать эти пакеты. Где-то должно быть пакеты. Тем более, что... Потому что перед банком могут быть. Тем более, что это оверкил. Но оверкилл всегда есть пакеты. А что вы решили вернуться в ПД? Как бы нежданно, негаданно так. Да просто. А, тут же этот, ну, Джон Вик появился, перки появились. Что там еще? Ой, что-то Сеев заключил этот. Бур слышал. Джон Вик это что это такое? Ну, Джон Вик это фильм, который выходит там по сюжету, по-моему, у Чейнса. Да, Чейнса или чей-то корешок? Чейнс, да. Короче, такой... Вот пакет лежит, кстати, ты пробежал, не увидел. Попросился в банду. Ну, у него там бабло ему надо было. Проблема, как я понял, с деньгами. Он, типа, позвонил, попросил об одолжение в дело войти. И, типа, вот пятый чувак в команде. Пятый? Ну, типа, да, но... Я доски нашел. А все равно... А, кого нашел? Доски. Да доски уже не нужно, господи. Я там уже все забил, все, что можно было забить. А пятый чувак, а до этого кто там был, да? Ну, только четверо были. Бэйн? Нет, не Бэйн, это кто дает задание. Тут был Чейнс... Ой, Экстон. Хокстон, точнее. Кто там еще? Вольф. Даллас. Даллас, да. Даллас, Вольф, Чейнс, Хокстон. И сейчас пятый, конечно, кто добылся? Джон Вик. Джон Вик, да. За него поиграть можно? Ну, вот я за него играю. Ну-ка, покажи-ка мне ее. Это его маска фирменная, да? Нет, нет. Его, по-моему, очки фирменные. Просто темные очки. А это, короче, это от Крайм Феста, наверное. Ну, короче, от кого-то события в сообществе. Джон Вик, что у него за лицо интересно? Как он выглядит вообще? В фильме Киана Ривз играет. Так что Киана Ривз представляет себя. Да, да, да. Киана Ривз реально? Ну, да, в фильме его играет Киана Ривз. Вот в этом сериальчике, который выходит... Джон Вик? Ну, я не знаю. Как бы она объяснить-то? Ну, Джон Вик, это сериал этой игры, я так понял, или нет? Ну, я так понял, это фильм, а не сериал. А, даже так? Да. Хотя я могу ошибаться. Мне кажется, это фильм, а не сериал именно. Нет, просто по этой игре, как бы, сериал выходит, вот, именно по этой игре. Я бы, может, как бы, внутриигровой какой-то персонаж новый. Это, конечно, они из фильма какого-то добавили. Это как, типа, на гребне волны, там, да, тоже с Кианой Ривзом. Помню, там тоже про грабление было. Не знаю, я его знаю только по Матрице, по... А, там, как же был... Джонни Мнемоник, 47 Ронинов. Че он еще играл? 47 Ронинов недавно вышло. Да, 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 да. Ну, так, я бы не сказал бы, что крутой фильм. Ну, че, давайте ломать, подисти. Да я уже давно ломаю, че вы там курите? Я мешки вынес все. Какие? Ну, какие с деньгами, в машину попадал. Да ты лучше сначала все открой, потом можешь выносить. Да ладно, какая разница? Че, так, их долго ломать будьте. Ну, а че, все по полностью вынесем. Че, у нас, в принципе, расклад хороший. Тихо взломали, тихо все вынесем. Тем более, мы вреда обществу не наносим. Все вклады расцепованы. Ну как, ну, три жертвы есть. Твоих убили, троих вреда не наносит, ну ага. Ну, это им не повезло просто. Да, ну, ты... С таким же вероятностью, с такой же вероятностью, они утром встали, их автобус убил на остановку. Да. Эбола, автобус, бешеная курица. В прямом переносном смысле слова. Это как в этом, как в Бордер Лэнсе, да, типа? Да, на этой планете особо не нужно причин, чтобы тебя убили. Да, это знаешь, это вот привычка осталась. Это вот убивать заложников, наверное. Это вот до сброса уровня. Я-то денег было столько, что вообще было срать. Нужно было уровень выкашивать. И полностью никакого отрицательного эффекта. То есть денег хватало и купить уровень, и выкосить уровень. А сейчас, когда уже сбросил, сделал сброс. А уже вот бабло ощутимо. Одного заложника убил, и все. Слушай, погоди, а какие перки добавили? Ты так и не понял, что ты там про перки говорил. Но перки вообще добавили, перки. Возможно, с перки ставить. Перки ставить? Ты че не увидел, что у тебя, когда навыки открываешь, первая вкладка это навыки, вторая вкладка это перки. Там же, да, где навыки? Да, 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 да. Чего себе, надо будет сейчас посмотреть. Да, но их не надо ставить, Саня. Они автоматом работают, просто их открываешь. Ну, сейчас откроем, я что-то... Да, там, короче, понял. Ты когда уровень проходишь, тебе дается определенное количество опыта. И опыта модифицируется в перке, там, 400 к одному. Ну, 400 опыта это одна перка. Если учесть, что опыта с каждого уровня в порядке капает, то... А, смотрите, медальки взять нельзя. Нельзя, нельзя, да. Ну, это правильно, нельзя трогать то, что... Потому что, понимаешь, люди воевали там, медальки получают. Потому что, то, что не заработал денег, да, пожалуйста. Вот я не думаю, почему вот облигации нельзя с ящика стащить. Ну, ладно. Облигации тоже, знаешь, многих кровь. Ты знаешь, вот единственное, что было бы прикольно, если бы сделали эффекты, вот, когда ты ломаешь замок, чтобы он, да, такой-то, как раз-таки отмычками там ковырялся. Вот это было бы реально прикольно. Ну, как бы мелочи, но дает эффект, да, да, дает эффект действия. А то просто кружочек. Антураж, вот реально какой-то антураж, да. У всех таких кружочек просто вокруг входят, открываются замки. О, кстати, я забыл, я хотел поставить этот... Худ, Хокстон Худ. Надо будет установить. Менять чуть-чуть интерфейс отображения. Опять облигации. Че-то где все в облогу, прям, не знаю. Перки да, вещь. И сколько перков добавим много? Ну, ты увидишь сейчас. Я хочу, с вами, прям, желаю этого увидеть. Ну, там не те перки, прям, как в Call of Duty, к примеру, там. По сути, смотри, они убрали... Убрали пассивные бонусы из навыков и сделали их в виде перок. Те же яйца, только... Только отдельно, да. Но там добавились прикольно, в принципе, они сделают, да. Вот если раньше опыт плюсовать мог только Гост... Ой, не Гост, а у Манипулятора был такой специальный скилл, по-моему. То они теперь этот скилл у Манипулятора забрали, сделали это в виде перки. Причем, там поначалу все перки, по сути, одинаковые. То есть, какую бы ты ветку не выбрал. Ну, да. Сбрасывать их, не знаю, можно, нельзя, кстати. Зачем сбрасывать? Ты же их не качать и качать и качать, то есть, нам... У тебя ж сколько опыта, а получаешь, столько перок и идёт. То есть, опыт у тебя тельётся постоянно. Так что, сбрасывать не надо. Что, вы уже почти ту половину открыли, да, полностью? Да, да, да. Сколько мешков потащили оттуда? Пока нескок. Я уже два мешка со своей стороны достал. Ну, вот у нас нету. Я ещё ни одного мешка не нашёл, у меня только всякая хли-хрень. Какой на дальке? Мне кажется, я там монеты можно забрать. Да, я с вами вообще не знаю, я с вами не знаю, что я с вами не знаю. Я с вами не знаю, что я с вами не знаю. Тут, 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 тут. Здесь реально не хватает редактора уровней. Вот если бы они сделали редактор уровней, реально хороший. Да мне кажется, что у них есть редактор уровней, уровней, но с собой. Да нет, он в любой игре есть, понимаешь? В любой есть игре, потому что это, ну, как бы, ты же клепаешь на чём-то уровне. Просто если бы они сделали редактор уровней и к варшопу его прицепили. К стимулу. Открыли бы его для народа, так сказать, да? Да, да ты чё, ты прикинь, сколько бы народа сейчас бы уровней бы наклепало. Конечно, сейчас бы вообще в эту игру бы залипали. Её бы как в Майнкраут бы играли. Это, знаешь, это было бы вот... Знаешь, есть игра у Юбисофта, называется The Mighty Quest for Epic Loot. Да. Там цель, короче, сделать такой замок с системой защиты, там, чтобы другой игрок не смог при попытке его грабануть, там, пройти до твоего лута. Вот то же самое, то есть сделать какой-нибудь... Там бы люди начали банки мастерить, там, с камерами, с охранниками, то есть, там, так, чтобы ты хрен прошёл, там, и задания ставить. Вот, знаешь, как вот в Hitman есть задание, там, а, там, убить, там, вот этого, с этого уже, там. Не, ну, тут видишь, цель надо сделать так, чтобы... Как в Hitman, чтобы ты прошёл, например. Ну, да, к примеру, чтобы там пройти уровень без тревоги, там. Ты, скорее всего, ты открываешь тот замок, который я уже открываю. Хотя, сейчас проверим. Да переключайтесь, вот на мою сторону, там уже одного хватит. А, нет. Нет, по сути, людская фантазия безгранична, блин. Может, что угодно придумать. Я уверен, даже, больше всего... Сами бы, ребята, вот, ну, пользователи, так сказать, игроки, создавали бы такие бы карты, блин. Которым разработчикам вообще никогда бы не пришло в голову создать. Да, мне кажется, да, потому что... Интересно, разнообразнее. Монетку? Что-то. Осталось, какая была, Саня? О, вероятно. О, вероятно. Да, ну, ты вон, нажми, возьми, просто табуляцию, там же пишется всё. Там даже написано, сколько опыта нам дадут. Сейчас. Да, кручу, вот так. Врачам плохо платят, да, смотрю. Я врач, ты врач. Заплаты нынче маленькие. Даже на хлеб не хватает. Бедные врачи. Как они выживают? В связи с там тоже плохо платят, видишь? Ага, вижу. Вижу. Здесь подрабатывает. Все кормятся с одного места. Мне тоже чуть-чуть осталось сломать. Ну, еще минут 15. Да не, смотри, мы поломали за 10 минут или за 15, он тут половину, и я поломал тут плохо. Ребята, мы минут 10 только ломаем, по-моему, если не меньше. Хотя мы уже больше, у меня есть уровня, реально ломаем. Да не пол, с вами, мы минут 17, там, суетились, там, с основной пока плюс потом бурдерлелл. То есть, просто у нас будет пока добавляем. Мы реально уровень. Кто из вас в пиратку играет в Бордерлэнс? Ну, Санька, я лицензионная, а ты... Санеку, Филанеку, я так понял, в пиратку играет, да? Ну, да. Нынче дороговато, да, лицензии приобретать? Ну, как-то 1200. А так, если где-нибудь, где слева, какой-нибудь магазин взять, там, там, рубль? Больше, чем-то бывает. Рубль, да? Вонюх тоже играешь? Да. Ну, просто, если бы она стоила, там, рубля 500, да, но не с проблемой. Ну, 700 даже, в принципе, еще куда-нибудь. Присуждает до распродажи. Просто, ты знаешь, там, самое, что интересно, там, движок тот же. Реально тот же движок. Единственное, только гравитацию добавили, но и то, ну, как Ванек правильно заметил, что гравитация, это изменение, там, чисто одного значения и все. А, и добавили лазеры, то есть, как мы поняли. Как мы поняли, прописать в консоли, если вы играете. Да, 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 вот, ну, реально. Просто и плюс, там, вместо, как мы поняли, вместо шлака, там, лазеры появились. Ну, тоже, знаешь, тупо одно на другое изменили, и все. А, ну, и лед, лед, точнее, появился. Лазеры-то тоже не проблема сделать. Вот, лед там у них есть, стихия. Замораживать можно. Прикольно, кстати. Особенно чувак, когда летит, его замораживаешь, он такой падает, раскалывается. Ну, что, правильно ли? Чувакам после провала Аленсов, блин, нужно же чем-то питаться. Почему после провала Аленсов? Ну, Аленс, Колониал, Маринс, которые... А, ну, это, да, это вообще шлак. Они же создали Gearbox. Нет, это не они создавали, подожди. Борда, это... Вторая борда была 2K, создавала. Эту борду создавала 2K, Австралия. То есть, вообще, в принципе, другая студия, если на то пошло. Подожди, по-моему, Gearbox же вроде... Издатель. Издатель? Да. Издатель. Ну, это пойми, это, знаешь, вот, допустим, Splinter Cell, издатель Ubisoft, создатель другой. По-моему, насколько я знаю, как раз-таки вот эти разработчики Borderlands и делали Аленс, если не... Ну, смотри, есть, ну, по крайней мере, мне известно 2 студии 2K, есть просто 2K, а есть 2K Австралия. Так вот, 2K Австралия, это кто последний борду делал? Вторую борду делали просто 2K. Все вроде, да? Зачищено? Да, да, да. Так и кто из них делал Аленсов? Да хрен знает, ну, возьми, посмотри, в стиме, там же есть. Ну, не факт, не суть, короче. Суть в том, что деньги нужно отбивать как-то потраченные на тот проект и... Да подожди, еще DLC-то будет. Еще и DLC будет, да. Все, нет помешков, да? Ну, я тебе скажу, на сезон пасс у них цена адекватная, вот если по чесноку 300 рублей. Нет, так ты извини меня. Ну, удивительно, в принципе, после цены на игру. На это нормально, потому что, к примеру, на BodyDogs там DLC стоит 600 или 700 рублей. Хотя игра реально беспонтовая, вообще беспонтовая. Не, ну, как бы, сама идея интересная, но сделана на крайнем качестве. Ну, забили полную это. Ну, вот, в принципе, Overkill Pro, полный стелс, только три жертвы. Да, вот, где-то убито гражданских, всего три, к сожалению. И вот полляма, плюс посылочки, посылочку мало, правда, нашлось. Так, ладно, это, ПД. Давай, давай. Ага. Ну, возьми, кстати, вот, посмотри сейчас перки. Сейчас глянем. О-о-о. О-о-о. Пять очков навыка, 136 опыта. Отлично. Просто отлично. Так. Я смотрю, многие выбирают именно середину. Такая самая фажировая. А я волкат. Как-то без заморочек, просто щелкаю на интернете и все. Неохота что-то выбирать. Ладно, пойдем, Сань. Попробуем сейчас карточку достать. Рустам, Рустам, спалит. Я забыл, забыл. Блин, я чё-то загнался вообще, реально. Блин. О, боже мой. О, боже мой. Ну чё, поправим. Всё, мы одеваемся, да? Да, да. Стелс пройден. Единорог бежит. Единорог пришёл. Чё, реально загнался, чё-то я зову, что я в экипировке. Простите, ребят. Единорог требует подчинения.